у кого-то были какие-то осознавания после этого периода получасового ага я понимаю что мы шестой оговорить ты вообще-то вышел не на театр а говорить о своих осознаваниях осознавали сегодняшний значит я понял что конезавод мне не нужен детально детально значит по тонким как бы компромисс потому что все что говорилось о компромиссе когда вот такой у меня такого в жизни нет разброски то есть я занимаюсь тем что мне нравится я занимаюсь бизнесом деньгами все достаточно нормально все хорошо а косяки постоянно выпрыгивать причем жесткий что . войдет соприкосновение полного нет из-за этого жесткий это как бы дошло осознавать тонкий компромисс хочешь можем сейчас на тебя показать окей только так будешь долго распространяться про детали эти буду перебивать и говорить по сути голове не бейте а так там где-то была эта штука такая так окей хорошо и так ты хочешь осознать тонкие компромиссы значит начинаем опиши мне ситуации которые тебя возмущают приводит в негодование вот эта ситуация не считается потому что здесь не было твоей агрессии одна из последних ситуаций где ты испытывал сильное возмущение что давно не было возмущение ну такого что там возмущение не было вообще в жизни не было возмущение не было но я четко знаю что меня напрягает да на силе и на славу меня чет жестко вышибает как бы я убить готов за это сразу последний раз когда была такая ситуация когда это чувство проявлялось в жизни нет это телевизионная передача была просто 10 работал так хорошо 2 по-другому последние ситуации которые тебе показывают что где-то у тебя есть тонкий компромисс бизнес так занимаясь я это говорю любимым делом я люблю системы создавать как бы но четко идет потеря денег причем я вижу чувствую что она прилетает то есть вот элементарно да здесь все время был зато на 15 тысяч козровины было выброшено и ситуация одна за другой вот такие мелочевки вроде как так так щелкает что при этом ты чувствуешь раздражение на что просто раздражение для опять то есть раздражение буквально звучит для опять ну или опять предлог не всегда очень важно смотреть раскрывать как звучат ваши чувства страх нежность радость не только агрессивная гнев возмущение недовольство они как-то звучат когда вы их испытываете внутри рождается некоторая фраза эта фраза она как маркер который помогает потом вспомнить откуда это все идет и чему причина блин хорошо а если еще глубже кроме блин необходимо уметь распознавать кроме поверхностных эмоциональных вспышек как это звучит матюки это конечно хорошо но фразировку это не раскрывает те кто будет подсказывать выйдут в туалет те кто хочет выйти в туалет могут начать подсказывать не всеми это опция рассматривается текст как колонны ну вот еще смотрите когда вам сложно углубиться внутрь начните озвучивать это с разных сторон как оно звучит просто начни это озвучивать озвучивая и старайся еще более тонкие грани уловить но озвучиваю что еще дальше необходимо концентрироваться проживать это чувство и озвучивать у тебя сам не тишина там идет это вот что еще только блин я же говорю тебе озвучиваю идиоты все больше ничего не озвучивая его снова дальше блин еще ну вот дальше так выражается сопротивление когда очень сложно пройти внутрь фразы озвучивая это пока ты молчишь ты упускаешь момент дальше как это ощущается с точки зрения эмоционалки раздражение гнев причем гнев подавленный надо бы дать но некому надо бы дать но некому то есть на не на кого снаружи ответственность не сбросишь да нет то есть только бы случай так получилось великое оно случае да как этот подавленный гнев ощущается на теле эмоционалка эмоционалка вот раздражение так такое вот именно подавленный гнев он выражается в том что там всплеск вот идет вот этот гнева и поскольку не на кого вот он гаснет и вот озвучивая фразами озвучила вот это вот очень было хорошо показано но озвучивает а фразами осознавая я просто сейчас формулирую как бы она плывет уже сейчас она как-то плывет ну вот ты опять такой текст уже глубже смотрите видите когда очень сложно выражайте выражайте углубляйтесь вот ты опять ощущаю это иди еще лучше более детально такой сейчас вариант вот ты опять все испортил опять все испортил что все испортил как это все испортил ощущается давай быстрее то есть вопрос как бы возникает что торможение происходит за счет этих всех ситуаций то есть вчера мы говорили о том что раздражает когда-то мазать а сейчас мы видим что давай быстрее и подавленная агрессия на то чтобы идет что идет заторможение где-то да значит а где-то внутри у тебя идет торможение процесса так еще раз озвучь мне это с эмоцией ну вот любой фраза которая воспоминяешь давай быстрее на себя в зеркало смотри и на свое называешь и выражаешь это на себя Миша, давай быстрее. Не тормози. Не тупи. Начни с этого блин опять. С этой агрессией. Блин, опять. Давай быстрее. Что чувствуешь? Есть ли резонанс? Греюсь только пока. Никак. На национал-конечной теме есть? Их плечи прошли, горят. Подавленная агрессия – это самый сложный случай. Когда человек нормально выражает свой гнев, это проще всего. Он сразу все фразы озвучивает, и можно работать. Когда человек нормально, это легко. Да. А когда он пытается быть высокоосознанным, он говорит, у меня нет ни того, ни того, ни того, и этого не должно у меня быть, например. В чем тебе нельзя тормозить? Что нельзя запороть? Вот по жизни, что ты себя не простишь, если ты это запорешь? Зеновский мастер, блин. Дайте палку, и я нахожусь. Что я не прощу. Что себе не простишь? Ну, я понимаю. За что себя будешь ненавидеть? Если не смогу обеспечить содержание собственной семьи и всех близких своих, кто рядом, кто зависит от него. Значит, если ты не обеспечишь, на каком уровне, материальным или психоэмоциональным? Материальным. Значит, психоэмоциональный не берется как ответственность, только материальный. Значит, если ты не будешь поддерживать материальный уровень семьи, тогда ты себя не возненавидишь. Ну, как минимум, может, не возненавидеть, но уважение рухнет. Если уважение рухнет, что ты будешь к себе испытывать? Ну, неприязнь, ненавидность, наверное, все-таки будет. Давай безнавидность, неприязнь, как по-другому можно сказать? Если уважение к себе рухнет, что ты будешь испытывать? Представь, что уважение к себе рухнуло, вот ты смотришь на себя и что-то испытываешь. Замынский мастер. Я испытываю. И как это звучит? А поле? Балбет. Что это за чувство? Презрение больше, чем ненавидность. Презрение. То есть ты создаешь себе определенный опыт в жизни для того, чтобы прийти к презрению. Для чего тебе необходимо это? Что такого ценного в проживании презрения к себе за то, что ты не обеспечиваешь материальной семьей? То есть чему можно научиться в таком опыте? То, за что мы себя будем ненавидеть и презирать, мы к этому тихенько идем и очень целенаправленно, и нам кажется незаметным. И вроде как мы все делаем, чтобы этого не было. И в какой-то момент мы оказываемся как раз там, где мы будем себя и презирать, и ненавидеть. Что ценного в опыте, когда ты себя презираешь? Ну вот, балбес, да? Блин, опять! Чему это тебя может учить? Это, по большому счету, я себе как пинок даю для дальнейшего развития. То есть после каждой вот этой ситуации фиговой, которые, ну, жесткие, которые были в жизни, у меня скачок в развитии для тебя однозначно. Ну, ситуация повторяется. А ситуация повторяется. И где происходит тогда скачок? Ну, он происходит материально, происходит улучшение значительное, скажем так, но и херачит потом по-значительной больше. Происходит ли качественное изменение мировосприятия? Нет. Тогда пинок для чего идет? Для чего этот пинок? Нет, скажем так, в предпоследнего раза произошло качественное изменение расприятия мира, но ненадолго. Смотрите, очень важно, когда вы работаете с собой, анализировать, размышлять самые крайние мелкие изменения, мелкие эмоции, оттенки чувств. Это все очень важно. И очень важно это уметь распознавать. То есть, да, насколько сложно ты долго ощущаешь это, прежде чем это выразить, как-то это назвать. Значит, еще раз фразировка про быстроту. Давай быстрее. Да. Повтори. Миша, давай быстрее. Потом ты даешь себе пинок под зад, у тебя происходит жопа. И ты можешь двигаться быстрее. Выбираешь, и ты двигаться быстрее при этом. На некоторое время выбираешь. А что потом тормозит? Сопротивление среды ослабевает, потому что гребешь когда-то. Вот, из жопы вылазишь и вот. Вышли. То есть, у тебя есть опыт, как ускоряться, но ты его не применяешь до конца, до результата? Да, наверное. Безнаверное. Безнаверное. Есть ли у тебя опыт ускорения? Как ускоряться самому без этих пинков? Есть. Так. И ты доводишь ли это до результата? До конечного результата, который бы тебя устроил? Вот я довожу обычно это до кризиса, и в кризисе все решаем. Решаем в разы быстрее, чем должно быть. Ну, любая ситуация, как бы, неважно. Смотрите, здесь может идти простой перенос ответственности на кризис. То есть, вместо того, чтобы прямо взять и решить, можно раскачать реальность, довести до кризиса и в эти моменты решать. Так и не происходит. Тогда почему просто? Ты можешь делать просто, легко, без этих всех эмоциональных затрат в реальности, тем более, если есть семья и дети, да? Это же всех будет касаться. Эти кризисы касаются всех. То есть, у нас есть две магистрали. Есть легко и просто, смотришь в себя, решаешь, вот результат. Есть, раскачиваешь, кризис, этот кризис чувствует вся семья, зато ты решаешь, а потом это повторяется. И с орденом в конце еще, я же не делал все. Да, то есть, ты этим гордишься? Ну, да, потому что кризис же преодолел. То есть, чем ты гордишься? Тем, что, мудак. Я серьезно. Я, наверное, вполне серьезно. То есть, я выбор просто уже делаю. То есть, как бы, что, ну, мужик же, да? То есть, да, жопа, да. Ну, прошли, как бы, никто не страдал. То есть, по какому фактору ты определяешь свою силу мужика? Как бы, давление внешней среды, как бы, в том или ином варианте, неважно, который я продаю, внешняя среда отошла. Детально, одним словом, по какому качеству ты определяешь свою мужскую силу? Можно делать перерывы? Нет, нельзя. Всем сидеть. Одним словом, тяжело. Двумя. Двумя тоже. Я только до этого сказала уже через 10. Одно-два слова. Очень четко и детально. По какому фактору ты определяешь, что да, ты мужчина. Иначе так незаметно. Это ответственность из решения, как бы, то есть, ну, умели принимать жесткие решения, там, волевые, быстрые. Жесткие, волевые, быстрые. Жесткие, волевые, быстрые. Причем, вот, как бы, состояние, да, то есть, нравится. Иначе именно ситуации, когда надо очень быстро решать задачи, то есть, раз решил, да, ненавижу тягомотную вот эту работу, когда она там сделала, 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 все нормально, тихо, спокойно. То есть, вот, видимо, вот еще этот фактор, почему, не знаю. Так, смотри, очень часто мы большую часть своей жизни проводим в том, что реализуем ситуацию, которую не реализовали, не завершили в детстве, да, по психологии это всем известно. Смотри, ты создаешь снова и снова ситуацию для того, чтобы показать, что ты можешь очень быстро, нет, в очень стрессовой ситуации, где высокие скорости жестко, да, решить. И тогда ты понимаешь, да. Что при этом ты чувствуешь? В момент или после? В после. Облегчение. Как оно, какой фразой это облегчение выражается? Я молодец. Гениально. Я молодец в чем? Решил, сделал, преодолел, всех раскатал. А детальнее, одним словом, в чем ты молодец? Сумел. 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 А теперь, смотри, у тебя есть буквально структура. Быстрая скорость, жесткий стресс. Надо найти за короткое время решение, которое это все разрулит. При этом, молодец, что сумел. Не любишь, когда долго тянется. То есть, смотрим. Ситуация была, когда долго тянулась. Это то, от чего ты бежишь. То есть, нужно искать эту ситуацию, от которой ты бежишь. Долго тянется. Эту ситуацию мы ищем. В которой ты попытался. То есть, она долго тянулась, потом происходит стресс. И вот здесь вот, быть может, там не получилось решить это быстро. И так, чтобы раз, и все. То есть, должна быть какая-то ситуация, которая долго тянулась, и ты не сумел ее решить. И сейчас ты снова и снова воспроизводишь ситуацию, где на тебе главная ответственность. За то, чтобы решить ситуацию, которая разворачивается. И нужно быстренько, четко. И, о, молодец, сейчас я сумел. Я молодец, вот сейчас я сумел. А тогда нет. Не моя ситуация всплывает. Всплывает как раз развод родителей. То есть, мама как бы долго к этому шла. И потом мы еще вместе с папой жили год в одной квартире практически. Вот эта ситуация всплывает. И опять же, то, как мама себя чувствовала, я вот читаю вот это, что надо было раньше. Надо было раньше. Так, хорошо. Вот сейчас буквально тебе тело показывает, да? Взаимосвязь. То есть, мы ищем, раскладываем. Находим первую взаимосвязь. Развод родителей. Но пока папа с вами жил год, что ты чувствовал? Я не помню этот период жизни практически. А что из того, что ты помнишь, ты помнишь? Как мне в сковородке башку зарядили. Кто? На улице. Баловались, играли, крутили сковородку. Я помню, как я пришел домой, и сестра там в шоке меня сбинтовала. Еще раз можешь озвучить этот момент, то, что мамины колебания? Сколько времени это было? Точно не знаю, но годы три, наверное. Да, годы три. Чему тебя это научило? Или не она учила? Не научила. Жалко было маму. Жалко было маму? Смотри. Жалко было маму. Почему? Ну, она училась. Да. Вообще не с папой. Папа бухал. Я, конечно, скандалов не помню. Ну, это какие-то физические там. Там, избоиды или все время. Когда сейчас ты затягиваешь ситуацию? Что происходит в семье? В моей? Да. Ничего она не чувствует. Да? Ну, она материально в моей не чувствует. Ну, да, конечно. Я как-то психоэмоциональный. Ну, жестче в семье, наверное, всегда, значит, со всеми. Какие следствия жесткости со всеми в семье? Отчуждения. То есть ты создаешь ситуацию, чтобы увидеть, как ты сам создаешь отчуждение близких людей. Запоминай этот пунктик. То есть ты буквально создаешь тоннель реальности, в котором ты становишься жестче. И ты видишь следствие того, что ты затягиваешь что-то. И того, что оно снова и снова повторяется. Но при этом ты не ставишь важность, не ставишь ценность того, что твоя семья имеет психоэмоциональный уровень. То есть у тебя весь акцент идёт на материальный уровень. Если психоэмоциональный уровень будет разрушен в семье, но будет крепкий материальный, что это будет? Попробуй сейчас осознать. Если ты дальше будешь укреплять только материальный, и всё внимание идти только на материальный, а психоэмоциональный будешь отпускать, как он идёт, то что будет? Не в крайнем случае, а просто вот в быту. Как это сейчас? Чем это сейчас проявляется, когда ты больше идёшь на материальное и меньше на психоэмоциональное? Ну, как бы семьи-то не будет как-то так. А сейчас в быту как это проявляется? Сейчас? Да. Родители собой заняты, причём по отдельности. То есть если вот в таком же положении породлить ещё на два года, что будет? Для тебя лично что будет? Когда это отчуждение между всеми будет увеличиваться? Ну, эмоционал-то что будет? Обида. У кого? У тебя? Ну, ведь ты сам создаёшь отчуждение. Обида на кого будет? В итоге на себя. Обез в итоге. На себя. А где здесь логика? Ты сам создаёшь отчуждение, и обида будет на себя. Как можно на себя обижаться? Ну, как бы логика присутствует всё-таки немножко. Я понимаю, что это я создаю. Как и будет ощущаться эта обида? Если отчуждение присутствует уже, значит, зачатки этой обиды есть уже сейчас? Да, будет, опять же, к детям однозначно жёстче отношения будут ещё, как бы, и не вплоть до физических наказаний. Да. То есть, не по-моему будет. То есть, попытка контроля, а контроль будет срываться, и будет зло вводить, и будет направляться физически. Смотри, теперь будь очень внимателен. Сейчас мы буквально спроекцировали то, куда ты идёшь. То есть, ты пытаешься получить опыт, где ты станешь жестоким отцом. Не понимая, насколько психоэмоциональный уровень взаимодействия с семьей ценят. При этом этим всем будет курировать обида. Хотя ты сам же это и делаешь. Где здесь сброс ответственности? За что здесь сбрасывается ответственность? Если ты сам создаёшь отчуждение, при этом понимаешь, к чему тебя это приведёт, к чему это приведёт твоих детей, за что здесь идёт сброс ответственности? Что ты не хочешь осознавать как следствие? На что хочется закрыть глаза? На что хочется сказать «я таким не буду»? На жестокость. На жестокость. Где в жизни проявлялась жестокость по отношению к тебе? Те ситуации, которые мы моделируем, это те ситуации, в которых мы сами находились, но не поняли, почему так произошло. Мы тогда не посмотрели, для чего мы такие ситуации создали. И поэтому мы начинаем их продолжать создавать. Мы уже очень так капитально, только когда мы сами уже такие. Чтобы видеть эту ситуацию уже с обоих позиций и задуматься, чему должно было научить, зачем я это создал. Здесь фишка «я создаю вот такую реальность, я создаю вот такую реальность, я создаю вот такую реальность». Когда хочется сказать «а оно так происходит». Переформулировывайте «я создаю вот такую реальность», чтобы получить определённый опыт и научиться ценить определённое качество. Нужно что-то, что ты очень сильно затаил внутри. На что, как у твоего сына есть, доброта, несентиментальность, желание все познавать и при этом доброта. Вот где ты был такой и после какого момента ты перестал быть таким. То есть, буквально, когда вы погружаетесь в себя и смотрите, вы пытаетесь понять, как творец собственной реальности, как я это все делаю. Школа, когда поменял школу, был момент самоутверждения в коллективе, когда у меня, скажем так, не было, был страх. Я, как раз я проявил по отношению к ним достаточно жестокость, и, в общем, все это кончилось на этот момент, то есть, в этой школе по отношению ко мне жестокость от одноклассников не было никогда, а то есть, в тебе психологическая была жестокость. Итак, смотрим. Здесь идет, ты испытал страх, выбрал реализовать жестокость, потом ты начал ее получать снаружи как психоэмоциональную жестокость. Теперь у тебя слепое пятно на психоэмоциональную связь. То есть, это буквально можно написать. Страх. Вот здесь страх. Потом идут две магистрали. Одна магистраль. Ты выбираешь жестокость. Вторая магистраль. Ты получаешь психоэмоциональную жестокость снаружи. Теперь у тебя есть семья. И здесь слепое пятно на психоэмоциональную связь. И попытка вывести, довести себя в семье до жестокости. Повторить этот опыт. Но сделать другой выбор. За счет живых людей в семье. Если была бы ручка и тетрадка, я бы смогла это нарисовать. Кто может дать листик? Спасибо. То есть, смотри. Вот это страх. Ты выбираешь жестокость. Это твой выбор. Вот. Я. Жестокость. Здесь ты получаешь психологическую жестокость. Так? Вот. Это вселенная. Сейчас в семье ты пытаешься, вернее за счет семьи, ты пытаешься реализовать, довести себя через отчуждение до того, чтобы снова проявлять жестокость. Повторить этот опыт. Здесь что-то было очень капитально не понято. Вот в этой цепочке страх я выбираю жестокость. Снаружи. Как выражалась психологическая жестокость? Через маму. На маму классная руководитель все время давила. Так. Я жесткий был в школе. Многие страдали от меня. И маме доставалось. На меня давить пытались, но я как этот, как шарик уртукный давит именно все. Еще раз четко. Как психологическая жестокость снаружи проявлялась? Опять же, за маму обида была, что на нее все это выливали. То есть, выливается на других. Так? На. Других. То есть, опять же, на других, на близких. Да. На. Близких. Теперь смотрим, какую ситуацию ты повторяешь. У тебя есть одна ситуация. Ты выбираешь жестокость, страдают близкие. Выливается это на близких. Сейчас ты можешь довести до жестокости. И вылиться это куда? Ну, туда же и вылиться. Если ты выбираешь... Вернется мне еще до кучи. Ну, вернется тебе это понятно. Если ты дальше выбираешь больше материальный план и не видишь ценности психоэмоционального. Да? Опять стрессы, кризисы. Идет отчуждение. Отчуждение приводит к тому, что ты более жесток... Вернее, кризисы, да? Приводит к тому, что ты более жесток с детьми. Если это доходит, опять же, до физических моментов. Так? И здесь капитально пойдет отчуждение, да? Я так понимаю, потому что Наташа, она физическая, как психолог, реагирует соответственно. Вот. И выливается это на близких. Так? Вот. То есть, ты выбираешь снова, снова, снова. Не видеть, чем чревата жестокость. И это выливается снова на близких, на близких, на близких. Теперь смотри. Вот наша ситуация. Ты испытал страх и выбрал жестокость. Четко не осознавая следствие своего выбора. Следствие ты получил, что выливается это на близких тебе людей. Значит, мы рассматриваем главную ситуацию, страх и момент выбора жестокости. Между страхом и выбором что-то есть. Почему ты выбрал именно жестокость? Почему не выбрал уйти? Почему не выбрал поговорить? Почему не выбрал как-то еще решить, кроме жестокости? Почему жестокость? Почему в твоей жизни один из главных инструментов вот такой? Записывайте себе. Рисуйтесь вот такие штуки, чтобы можно было четко. Это просто уравнение. Это уравнение в вашей нервной системе. Чтобы можно было это понимать и видеть, необходимо это записывать и зарисовывать. Размышлять над этим, смотреть. Знаете, как эти гениальные ученые, они на обоих рисуют. И потом такие сидят там, да. Ну, можно не на обоих. Тут даже можно переворачивать, если что. То есть вы буквально структурируете свой внутренний мир до самых простых формул. Раз, 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 раз. Выписывая несколько формул, можно увидеть одинаковые повторения, увидеть взаимосвязи. И тогда, размышляя над этим, еще больше структурируя, выводя это до одной простой формулы, можно увидеть суть. То есть последние 20, 30, 40, 50, 70 лет я живу, создавая вот такую реальность. Для того, чтобы получить вот такой опыт и увидеть, чему меня учит то, что я сделал когда-то определенный выбор. Я сделал вот такой выбор по какой-то причине. Я сделал такой выбор и не вынес урока. Я не понял, чему меня учит то, что я выбираю жестокость. Я не посмотрел, не увидел взаимосвязи, что выливается это на маму. Что это вот я при этом чувствую вот это? Что при этом чувствует мое тело? Как вообще я дальше развиваюсь? Как эта жестокость мотивирует меня? Как она проявляется в моей жизни? Хочу ли я вот именно так проявлять себя? Насколько для меня это важно? И через этот фактор жестокости, скорее всего, ты осознаешь, вернее, определяешь себя именно мужчиной, что ты можешь вот так вот сделать. Если бы ты вместо жестокости был мягким, насколько бы это со слабостью ассоциировалось? Если бы там ты не проявил это, например, а стал жертвой или попытался уйти? Да там ситуации как таковой не было. Я просто пришел в класс и сразу проявил себя очень жестко просто. Никого даже бить не пришло. То есть это было на эмоционалке выплеснуто. Это был страх коллектива нового. Так, видишь? Я пришел в класс, потому что в середине учебного года. И зеркало у тебя психоэмоциональное, так? Да. То есть жестокость психоэмоциональная. Как это выражалось? Как, что ты выплеснул? Ну, а гристи было явно и показано просто, что, ну, так вот, котенок, когда защищается, когда... состояние там. Здесь не надо. Значит, у нас есть страх и есть попытка через атаку запугать пространство, чтобы показать, не трогайте меня, да, ко мне лучше не лезть. Что в себе таким образом ты защищал? И что защищаешь до сих пор? Если мы чего-то боимся и при этом капитально нападаем на внешний мир, предупреждая его, да, превентивная атака. Сейчас там сделаю там... А, ядерную бомбу сброшу? Я лечу... Не надо такие примеры приводить. В смысле, хочется сказать, в Москву. Короче, я лечу в какой-то город, поэтому я сразу на всю страну сбрасываю ядерную боеголовку, как превентивно это вот что. Или я лечу в соседнее государство, типа вот видите, что я могу, поэтому вы меня не трогайте, когда я к вам прилечу. Что я защищаю при этом, да? Что я боюсь, что проявится. Таким образом, ты не хотел, чтобы какая-то ситуация проявилась в реальности снова. Она должна была быть повторением чего-то. Это страх как раз именно физического контакта больше, то есть драки. Я не люблю здесь, хотя... Ага, ну это все компенсация, видишь. С детства ты не любишь драки. Почему? Видите, дальше психоанализ это не заходит. Ничего сложного. Просто угол восприятия чуть-чуть другой. Хорошо, ты с детства не любишь драки, но приходишь в новой коллективе, нападаешь психоэмоционально, защищаясь и говорит, не подходи ко мне. Видите, вот я вот так вот могу. То есть в зеркальной комнате ты делаешь вот так. Снаружи у тебя появляется. И потом начинается цепная реакция. И оно происходит до сих пор. Только теперь у тебя есть ответственность перед семьей. Перед собой и перед теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь. Эта ответственность все время есть. Не только рядом с семьей, да. А просто когда мы в автобусе едем или вообще где-либо находимся. Ответственность за свое психоэмоциональное состояние, за осознанность к тому, что я чувствую и что я хочу чувствовать. И почему я чувствую не то, что я хочу чувствовать. А то тоже получается компромисс будет. Первое, что всегда не нравится в драках, это потом, когда адреналин схлынул, вот это состояние противное. Как оно ощущается? Мандраж. Просто адреналин, когда уходит из организма, то есть и начинает. И что в этом такого? Катина. Чем? А в этот момент слабость в организме есть. Значит тебе противна слабость. Поворачиваешься и говоришь, Миша мне противно, когда ты слабый. Миша мне противно, когда ты слабый. чувствую как хочется изменить формулировку чтобы был резонанс а если ты слабак то что чего ты будешь лишен как мужчина если ты слабак у тебя это есть пока ты вот такой как ты сейчас тут фишка в чем смотри мы сейчас копаем туда понимание которое у тебя появится после этого изменит тебя кардинально это понятно да но ты так сильно ассоциируешь себя с этой жестокостью с возможностью не самой жестокостью а с возможностью ее проявить что это как буквально супер клеем приклеены к тебе то понимание которое там есть должно оторвать это можно оторвать с болью можно оторвать без боли насколько жестко ты ассоциируешь себя с этой возможностью настолько сильное будет сопротивление к этому пониманию а значит жизнь не поменяется то есть это сейчас твоя возможность реально изменить всю свою жизнь повернуть ее дальше но тогда нужно понять для чего тебе необходимо изменить всю свою жизнь с какой целью просто чтобы уменьшить сопротивление насколько ты сам осознаешь для чего тебе это надо то есть если вы не хотите кардинально по сути менять свою жизнь но пытаетесь копать внутрь себя будет сопротивление просто не будет ответов или будет контакт или резко вы влюбитесь кого-нибудь это поглотит все ваше внимание у вас не останется времени на себя мы же мощные существа если мы очень сильно не хотим кардинально что-то менять то и создаем такую реальность не добьешься ничего чего именно не добьешься детально ничего это большой спектр если не через отрицание через утверждение я потеряю что-то если я буду слабаком я потеряю что-то без не без не не через не через отрицание то есть а если бы ты был без семьи это было бы проблемой смотрите мне на системе есть такая очень интересная штука то есть если рядом с вами близкий человек который очень капитально активирует вот такие виды механизмов то не на система старается сбросить это напряжение если не получается через внутреннее погружение понимание себя то идет разрушение взаимосвязей то есть начинаются если это отношение начинается ложь лицемерие измены сокрытие чувств подсознательно буквально разрушая связи чтобы вот то что препятствует вернее то что запускает механизм чтобы то что запускает механизм убрать из пространство то есть в этом моменте ты пытаешься избежать ситуации когда ты слабак так однако подтверждение тому что ты слабак является что ты не можешь обеспечить материальность семью так поправляй меня где я неправильно говорю и внутреннее намерение нервной системы будет разрушить то что вызывает в тебе вот такие перенапряжения сбросить зажим просто сбросить зажим в близких отношениях это наблюдается очень часто когда снова и снова повторяться ситуация вы встречаетесь с человеком потом вы действуете так чтобы разрушить отношения они разрушаются и в этот момент вы испытываете облегчение такое не очень приятное чувство когда его обнаруживают вроде как бы и любил человека и все так классно ну вот наконец-то разошлись и фу да это когда нервная система пытается сбросить зажим пытается сбросить то что вызывает снова и снова можно понять себя увидеть то есть если вы обнаруживаете эти мысли внутри себя как вот бы он не приходил домой или там вот вы не знаю или зря зря например да зря я вообще начала с ним встречаться лучше в этой встрече не было то есть если вы уже такое начинаете в себе находить значит что нервная система работает на сброс зажима смотрите какими действиями вы начинаете разрушать отношения буквально подтачивать высшие ценности во взаимоотношениях какие ценности во взаимоотношениях кто может назвать за счет чего получаются глубокие доверительные отношения через близость когда вы можете искренно показывать свой внутренний мир близкому человеку доверие уважение открытость понимания еще доверие уважение открытость понимания открытость еще искренность еще было доверие нежность тепло из а трепет искренность доверие нежность вот даже возьмем эти три момента искренность доверие и нежность как ты сам обесцениваешь эти три момента во взаимоотношениях с детьми и за женой искренность доверие нежность давай просто по пунктам хочешь дальше продолжать я просто спрашиваю кого напоминаю что ты сюда можешь выбрать не идти сюда искренность как ты сам разрушаешь искренность с женой и с детьми не рассказывал вообще ничего не проработал ничего то есть все что вне семьи как бы вообще в семью не приходит не так ничего доверие в твоем понимании что такое доверие как она возможна при каких условиях когда ты уверен что человек сделает все 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 что надо что все что должен сам то есть отсутствие контроля подожди все что должен кому себе ну допустим детьми там контроль присутствует постоянно то есть жестко с твоей страны с моими нет меньше еще раз что такое доверие для тебя спрашивайте себя что для вас это доверие искренность нежность с чем еще содружестве его это проявляете бывает ли так когда вы говорите я искренно ну иногда я не говорю вот этого тогда это самообман капитально нет я обычно искренно но иногда я вру на или я обычно искренно но иногда бывают такие ситуации когда необходимо промолчать скрыт или просто этому человеку это неинтересно поэтому я не выражаю искренно то что я чувствую находите такой самообман я обычно нежная вообще-то я нежная искренность проявляю практически все нежность проявляю практически всегда кроме моментов когда и по пунктам ну с точки зрения психо национал то доверие когда ты человеку можешь как бы именно все рассказать что у тебя есть ты знаешь что он этим никогда не воспользуется в свою пользу да то есть это вот доверие хорошо на уровне искренности как ты еще раз разрушаешь семью ничего нет не рассказывать просто не посвящая вообще а доверие такая ты можешь посвятить да то есть искренности доверия нарушается одним простым действием ты не посвящаешь семью отсутствие информации хорошо даже не доходя до третьего пункта до нежности где здесь капитальный самообман в твоем представлении о семье и о том как ты ее строишь при этом озвучила как раз все это то что с близкими людьми должно присутствовать сразу вычеркивается то есть это не семья ячейка общества то есть все что должно быть ты это вычеркиваешь то есть то что должно определять семью в твоем понимании но в моем понимании опять же семья так ну устройство семьи да то есть есть голова на психоэмоциональном на психоэмоциональном так я понимаю что ты четко знаешь распределение мне нужно психоэмоциональное диктатуру то есть ты создаешь диктатуру ты создаешь диктатуру для тебя какие ценности благодаря чему получается гармоничное взаимоотношение в семье на психоэмоциональном уровне на психоэмоциональном уровне и голосе на психоэмоциональном уровне и голосе и голосе в том числе уверенность уверенность в ком в чем стабильность стабильности кого чего машине а на ком ответственны за стабильность взаимоотношений если смотри с твоего фокуса тогда уверенность в чем что не будет бунта диктатура да да то есть папа сказал глава семьи глава семьи один значит что твои решения не оспариваются то есть то есть жена и дети не имеют права на что жена и дети не имеют права при этом на что неисполнение без дни правда же обсуждать тебе до сих пор смешно за счет семьи что ты пытаешься компенсировать себе если у тебя не будет даже права обсуждать то решение которое кто-то принял и ты должен это делать что ты почувствуешь кто-то скажет миша делай вот это и это не обсуждается даже если близкий человек лишит тебе права отказаться и даже обсудить это что ты почувствуешь агрессию насколько сильную агрессию сильно напиши как она будет звучать это можно сказать что убью если ты порвешь тогда нормально без без идиоматических фрезеровок убью теперь смотри то есть по отношению к жене и к детям что звучит если они не будут слушаться тебя что ты будешь делать на психоэмоциональном уровне убивать давай просто показывать жена если ты не будешь делать то что я что там решаю то я тебя убью чувствую сразу как хочется изменить куда смягчить нет смягчить не нужно именно мои решения если ты не будешь что делать то я тебя убью если ты вернее если ты будешь что делать то есть не через отрицание стройте свои фразы не через отрицание через утверждение будешь сомневаться в чем я тебя убью пожалуйста напиши это своей рукой имя же заметьте насколько сильной и глубинной может быть потребность не видеть не видеть того что происходит что происходит внутри что происходит снаружи мы очень сильно пытаемся себя обманывать это действительно того как мы живем и что мы делаем и какие мы хорошие нейронная алхимия эти исследования назначены на то чтобы видеть самообман до самого ядра сорвать все лицемерие сорвать сорвать весь самообман и все эти моменты я хороший я добрый я такой-то-то но в жизни у меня проблемы что ты чувствуешь или осознаешь сейчас то что я как бы на физику точно это не спроецирую то есть как бы что ступор то есть что ты думаешь физическое насилие самое ужасное нет ты спросил что я чувствую я чувствую сейчас тупо что так я просто увидел что я делаю своими действиями именно убивает в принципе человека я это не люблю что не любишь убивать люди вторую фразу пиши относительно имя дочери то же самое и сына маркеры того что может происходить вот такая вещь когда отсутствует нежность во взаимодействии когда нежность отсутствует во фразе например вместо той же самой фразировки доченька любимое солнышко начинает проскакивать оскорбительные унизительные словечки но с любовью то есть если посмотреть на свою жизнь на моменте сейчас то можно найти очень много самообманов которые видеть мы не хотим очень сильно но они есть и их можно определять очень просто как идет выражение нежности когда близкому человеку можешь просто сказать там ну ты это это нормально да вы смеете что-то обесцените это нормально и это еще даже называется ну так я же с любовью то есть как много раз вы говорите я же с любовью это говорю я же с любовью это делаю ну это же из самого сердца ну я же самыми лучшими побуждениями что сейчас чувствуешь обиду как она звучит как звучит отойди еще раз отойди и ты создаешь отчуждение на мере я создаю в отношениях отчуждение для того чтобы перечисляешь имена отошли от меня подальше наблюдайте за фразировками фразы выдают абсолютно все что находится внутри за чужими фразировками наблюдать проще чем за своими еще бывает произносишь что-то вслух тут же хочется это как-то смягчить смягчить исправить заменить или сказать нет 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 я не это имел ввиду я вот это имел ввиду сразу смотрите почему же вы тогда произносите то что произносите поскольку я могу вас убить не осознавая что делаю это когда работаете с собой доходит до таких моментов то есть вот приступая к этой работе необходимо состояние благодарности испытывать достаточно глубокое потому что здесь можно возненавидеть себя здесь можно капитально себя возненавидеть уйти в чувство вины в депрессию и до суицида не понимая что как существо которое создает тоннели реальности вы эту ситуацию просто создаете для того чтобы научиться ценить определенное качество научиться ценить кое-что то есть мы создаем как поле пространство входим в него и смотрим я выбираю вот это действие следствие этого действия вот такие то есть что я обесцениваю при этом что я обесцениваю что ты обесцениваешь при таком раскладе восприятия семьи что ты не считаешь важным что второстепенное ты обесцениваешь что второстепенное давай пока что второстепенное что не могу вспомнить а что идет внутри что именно не может сформулировать разрушаю я зависимость свою зависимость каким образом какое твое главное действие благодаря чему ты разрушаешь свою зависимость то есть не понял вообще главное действие в чем ну ты сказал ты разрушаешь зависимость так вот этими деяниями как раз я почему ну из-за чего я отчуждаю себя и как раз это попытка обрести независимость чтобы не было воздействия на тебя то есть как будто чтобы мои все деяния только мной диктовались а тогда если только чтобы твои деяния тебе только тобой диктовались почему ты начинаешь диктовать их другим людям диктуя это только себе но почему ты начинаешь диктовать это другим людям еще раз формулирую то что ты до этого сказал про момент ты разрушаешь зависимость какую зависимость кто диктует тебе что ты это делаешь что тебе необходимо начать диктовать семье без возможности даже обсуждения то есть ты сам соглашаешься делать что-то что говорит тебе другой человек сопротивляешься этому тем что начинаешь что лишаешь права близких людей даже обсуждать твои решения значит где-то ты сам делаешь то чем во первых не согласен и это чужое условие чужое решение ты с этим решением не согласен но ты соглашаешься его делать и чтобы разорвать вот эту зависимость ты создаешь превентивные меры ты говоришь вы даже не имеете права обсуждать мои решения нужен момент с чем решением ты не был согласен когда-то и до сих пор не согласен но ты вынужден это делать по какой-то причине вынуждаешь себя делать и оправдываю себя это напрямую связано с тем тонким компромиссом то есть можем начать просто что ты вынужден делать чего-то делать не хочешь на данный момент что там было что обида звучит отойди а там чтобы когда вернули обратно себе обращались с тобой более внимательно нежно потому что кой-то иди например можно предположить исходит из такого момента тебя возвращают обратно у тебя там боль уже с тобой начинают обращаться как будто ничего не было и тебе хочет сказать отойдите хватит это ну то есть это уже театр это лицемерие вы на самом деле не хотите чтобы я у вас был ли с вами был это просто прокапывала хорошо тогда вернемся к моменту отойди почему когда обида хочется сказать отойди чтобы не плакать чтобы не плакать я выбираю отталкивать близких людей когда вы так вот разбирая себя вы осознаете каким образом вы создаете реальность то потом будет намного проще двигаться дальше поэтому так важно именно на все механизмы детально разобрать каким образом вы пришли к этой точке каким образом сейчас создается ваш тоннель реальности что именно самые главные моменты которые отстраивают эту реальность которые убрать изменить их вернее эта реальность изменится то есть находить именно главные опорные точки главные опорные точки это ценности которые мы преданы и если мы идем на компромисс с этими ценностями проявляется компромисс если мы им преданы проявляется то чему мы преданы То есть находите именно главные опорные точки в виде ценностей в вашем тоннеле реальности. А теперь без «не». В смысле? Тот же смысл? Да, только сначала слух. То есть переформулировать? Да, переформулировать, чтобы частички «не» и «бес» убрать из рабочих формулировок. Пока есть «не» и «бес», вы будете бегать просто по кругу внутри себя, не желая признаваться в том, от чего вы бежите. Избегая просто это увидеть, услышать, признать, прожить. Прочитай этот слух, пожалуйста. Прочитать? Да. Чтобы не плакать, я выбираю толпы из близких людей. Теперь переформулирую. Чтобы быть сильным, я выбираю толпы из близких людей. Хорошо. Близкие люди заменить тремя именами. Хорошо. Это очень распространенное, когда для того, чтобы не увидеть свою слабость, уязвимость, ранимость, отталкивать других людей. Это проявляется по-разному. Самое простое – это обесценивание нежности, когда отталкиваешь, когда хотят обнять, или просто в словечках, или даже в мимике. То есть попытки оттолкнуть вселенную и сказать, не надо, не надо, не надо, не показывай мне, что я… Что при том, что я вот такой вот творец и создаю реальность, при этом я еще ранимый, уязвимый и могу быть слабым. И это нормально. То есть маленький котенок, он же по сути не сможет защититься, да, от огромнейшего пса, который на него нападет и загрызет. Если эта собака кинется на него и будет его грызть, и это будет маленький котенок, которым, не знаю, там, вот он родился, ему там две недели. И это нормально, что он в этом моменте, он слабый, и здесь необходим тот, кто будет о нем заботиться. И это нормально. Сложности начинаются, когда эту заботу мы пытаемся продлить дальше. Тогда мы уже ожидаем от других людей, что они будут делать то, что мы хотим, чтобы у нас все время была безопасность. То есть вырастая, не принимать на себя ответственность за то, что мы таки создаем реальность. Это уже пора бы осознавать. Такой маленький котенок, дзен-мастер, создают тоннели реальности, и собаки на 20 сантиметров от него все идут. Прочитай последнее, пожалуйста, вслух. Чтобы быть сильным, я выбираю отталкивать Наташу, Богдана, Бажену. Еще раз медленнее. Чтобы быть сильным, я выбираю отталкивать Наташу, Богдана, Бажену. Что чувствуешь и понимаешь при этом? Что это вообще не взаимосвязано? Как ты понимаешь, что они не взаимосвязаны? Что моя сила никак не зависит от того, кто с вами знает. Более детально, пожалуйста. Ты же их как раз отталкиваешь. Ты их показываешь. Моя сила не зависит от того, есть вы рядом или нет. Я говорю, типа, мне ни жарко, ни холодно. То есть ты буквально пытаешься создать ситуацию, чтобы показать самому себе, что когда рядом не будет близких людей, которые тебе так ценны, ты все равно сможешь быть сильным. Это как-то взаимосвязано с разводом родителей. Даже если рядом не будет близких людей, Наташу, Богдану и Бажену, ты все равно будешь сильным быть. Будешь сильным, потому что это... Ну, это, ну, скажем так, момент или нет. Мама про их понимала. Еще раз озвучь, что ты сейчас на данный момент понимаешь из этой работы, осознаешь. Скопом все собрать. Собери скопом. Давайте сделаем перерыв на 15 минут. Ты соберешь скопом, подумаешь, и потом дальше мы продолжим. Здесь необходимо делать перерывы в таких местах. Продолжение следует...